Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами проверяем на что же способен Huawei Mate 30 Pro в большинстве современных игр. Аппарат базируется на флагманском Kirin 990 и имеет отличную производительность в синтетических тестах, но вот на что же он способен в реальных боевых условиях сейчас мы с вами и проверим. Если данное видео наберет 1000 лайков, я обязательно сделаю сравнение Mate 30 Pro с другими флагманскими смартфонами, так что очень жду ваших лайков и одобряющих комментариев. Ну а начнем наши тесты по традиции с 9-го асфальта и разумеется используем китайскую версию игры, так только в ней на данный момент доступен режим 60 FPS и по сути доступен он не зря, так на максимальных настройках графики смартфон не жуя проглатывает асфальт и выдает пожалуй лучшие результаты из всех топов, что я тестировал. Геймплей действительно плавный, фризов и статоров не наблюдается. Далее мы запускаем Real Racing 3, ну чисто в дань уважения игре, так на таком монстре ничего кроме упора в 60 кадров мы разумеется увидеть не могли. Не, ну конечно могли бы, если бы экран смартфона поддержал более высокую герцовку. Следующая игра Gear Club, настройки графики также максимальной, в целом хоть тут мы видим некоторые отклонения от 60 FPS, отклонение небольшое, но все же присутствует и выражается в редких просадках до 51 FPS, но на геймплей это практически никак и не отражается. Ну и к великому сожалению, грид автоспорт мне запустить на мои 30 про не удалось, ну точнее он запустился, но дальше водоимене не пускает, плывут текстуры и так далее, так что ждем оптимизации и стабильных 60 FPS, благо железо позволяет. Следом, чем прямиком, в CRS2, настройки графики смартфон выставил максимальный и в целом опять проблема с упором в залоченный программными методами FPS, в принципе в данной игре это вообще не играет особой роли, но все же на 60 игралось бы гораздо приятнее. Dead Effect 2, настройки графики ультра и снова скукотища, геймплей плавный, отзывчивый, редкие просадки встречаются разве до 57 кадров, что просадками назвать трудно, повторюсь, играется комфортно. Into the Dead 2, что ж, игрушка вполне требовательная, особенно на максималках, но опять же потенциал не раскрыт, ибо программные ограничения не дают раскрыться, 990 кирину во всей красе, счетчик FPS уперся в тридцатку и не собирается сдвигаться ни в минусы, ни в плюс. Life Auto, игра в принципе довольно жористая, но увы она не в силах противостоять нашему герою, и самый грозный враг смартфона это классическая герцовка экрана, хотя в данной игре всегда присутствует лог на 60 FPS, который он чистнейшим образом отрабатывает. Горячая новинка с недоделками Dead by Daylight, тоже все выкручено на максимум, в принципе игрушка на ультрах довольно требовательная, но тут тоже все спокойно, счетчик снова завис на отметке 60 кадров. И это один из самых стабильных результатов, и всех тестируемых мной устройств ни фризов, ни подлагиваний замечено не было. Ну что ж, опускаем тяжелую артиллерию Shadowgun Legends, настрой графики ультра, и в принципе что-то есть. 48 кадров это уже прям на грани играбельности. Ладно, шучу, даже с такими просадками геймплей отзывчивый и плавный, если бы не счетчик, я в жизни бы не подумал, что FPS вздумал отклониться от 60-ки. Повторюсь, играть комфортно. Warface Global Operation. Как всегда, настройки на максимум, ну и в принципе, при условии того, что Warface тоже может заставить попотеть, для 990-го Кирина, по всей видимости, это простая разминка. Так, FPS во время всей игровой сессии не опускался ниже 58 кадров, это очень достойный показатель. Далее, конечно же, Modern Combat Versus, тоже качество ультра, и снова злополучные 60 кадров. И даже в лютых замесах FPS продолжает долбиться в отметку 60 кадров, так что в эту игру можно поиграть на ультра без особых проблем. Новинка в наших тестах Area F2, эдакий клон Rainbow Six Siege. Игрушка средней степени тяжести для устройства, так что и тут просадки не наблюдается, ее наш герой штурмует без особых проблем. Кстати, настройки графика всегда были выставлены максимальные. Stand Off 2. Что ж, тут, по идее, еще менее прожорливый тайтл. Настройки, конечно же, выкручиваем по максимуму, и в целом снова радуемся комфортному и плавному геймплею без рывков и подергиваний. А просадки до 59 кадров трудно назвать просадками. Что ж, до Critical Ops 2 из вечного конкурента, то тут ситуация, можно сказать, аналогичная со знаком плюс. Тут даже 59 кадров я не увидел, всегда только 60. Еще одна игра строгая 60-ка, это Free Fire. Разрабы обещали выкатить в скором времени тяжелую графонистую версию, но сейчас удовольствуемся тем, что есть при стабильном и плавном геймплее. А вот и народная любимица Call of Duty Mobile. Настрой графики максимально возможный, режим Battle Royale, и тут, в принципе, все снова упирается в лимиты. Играется приятно, но все же хотелось бы видеть на экране смартфона полноценные 60 кадров, тем более мощность позволяют. Но, увы, очередная жертва оптимизации, хотя Call of Duty в целом очень годный тайтл в плане той самой оптимизации. Ну а сейчас, конечно же, PUBG. Настройки графики были на ваших экранах, разумеется, это максимум возможного. И в целом снова шикарный, комфортный геймплей без микролагов и фризов. Да уж, сегодня мне комментировать откровенно говоря нечего, смартфон показывает себя на твердое отлично. Ну и куда же мы без Фортнайта, будь она не ладно, только на ее съемки уходит около 40-50 минут, не успеваешь приземлиться, как шкалотроны мигом отправляют тебя в лобби. Да и сам смартфон Фортнайту удалось поднапрячь, да и максимальные настройки графики нашему герою оказались недоступны. Ну а на высоких играется комфортно, правда иногда да проскочит микролаг, но терпимо. Еще один эталон оптимизации, в кавычках, конечно же, ARK Survival Evolve. И даже тут наш герой старается изо всех сил держать марку, но, увы, просадки до 25-26 кадров никто не отменял. И вот они уже немного дочувствуются, хотя в целом мало кто может похвастаться в этой игре стабильными 30 кадрами. Mortal Kombat тоже всегда балует какими-то дикими просадками во время фаталити на многих даже топовых устройствах, но на Mate 30 Pro показал себя, ну прям блестяще. Просадки до 54-х это очень годно, правда микрофрезы все же встречаются, но это норма для Mortal'а. Shadow Fight 3 игрушка нетребовательная, но частенько поседает поголовно на всех смартфонах, и тут не исключение, хотя, опять же, подобного рода провалы на геймплее не отражаются от слова совсем. PES 2020 и тут уже немножечко расслабонно, игра идёт на твёрдое отличное, позалипать пару часиков на максималках можно без особых проблем. Mobile Legends Bang Bang, в принципе игрушка хоть и требовательная, но не сильно, так что каких-то серьёзных просадок во время геймплея я не наблюдал, как в целом и просадок вовсе играется довольно комфортно. Далее уже более серьёзная в плане жадности до ресурсов Lineage 2. Настольки графики, конечно же, максимальные, тут ситуация хоть немного похуже, но патово её не назовёшь. Смартфон прекрасно справляется с возложенной на него задачей и обеспечёт FPS в районе 55-60 кадров. Ну и самый жирный жир в данном жанре Black Desert Mobile, и тут я снова выкручиваю всё на максимум и получаю ограниченные программы на примерно 45 кадров в секунду. В принципе играется приятно, но всё же не понимаю, что мешало поставить лог, ну на 60 кадрах. Да, возможно наш герой бы немного не дотянул, но 45 это уж точно не его предел. Всеми любимая, народная, GTA San Andreas. Настройки тоже наболтал по максимуму, и в целом могу заверить, что играется довольно комфортно. Лог FPS, конечно же, немного портит картину, смартфон явно может больше, но в целом пройти сюжетку, конечно же, можно. Ну, до миссии с самолётами, это уж точно. Ну и конечно же World of Tanks. Тоже все ползунки вправо, и мы видим, что вот тоже не в силах противостоять нашему гиганту. 60 из 60 это для него не проблема. И в целом, как я уже говорил ранее, основная проблема это как раз таки 60 Гц. Так, сам камень может гораздо больше, и я с нетерпением жду выхода игрового смартфона от Honor или Huawei. Да так, чтобы частота экрана была минимум в 120 Гц. Там бы мы и посмотрели, на что способен хвалёный Kirin 990. Также к плюсам могут нести довольно слабый нагрев, при том разогревается аппарат плавно и очень долго. Троттлинг, конечно, присутствует, без этого никуда, но он появляется в основном только после часа затяжной игровой сессии, а может и туда дальше. Да и как ни странно, на геймплее он практически никак не сказывается. Но как оказалось, на Mate 30 Pro играть в любую игру действительно комфортно. Ну и ребят, обольшущая к вам просьба. Если вы хотите, чтобы я и дальше делал подобные тесты, пожалуйста, прокликайте по ссылке на приложение GameBench. Это действительно очень важно. Я оставил её в описании под этим видео и в закреплённом комментарии. На этом всё. Всем спасибо за лайки, подписки и комментарии. Ну и до новых встреч. И да, напишите, с кем бы вы хотели увидеть сравнение. Например, OnePlus 7T, Realme X2 Pro и Xiaomi Black Shark 2 Pro. Субтитры сделал DimaTorzok